И сейчас, друзья, мы и на финишной прямой, собственно говоря, и Олимпийский Сочи. Туда уже приехали мои коллеги, практически все журналисты со всего мира. Ну и, конечно же, начинают прибывать спортсмены. Как их встречают в Сочи прямо сейчас. На сегодня запланировано официальное открытие Олимпийской деревни в Сочи. Но первые жильцы в ней уже появились. И они сразу решили обозначить национальную принадлежность комнат, которые обставлены в современном стиле и, по заверениям организаторов, довольно просторные, если сравнить их с апартаментами на предыдущих Олимпиадах. Масштабы на играх вообще впечатляют, особенно тех, кто не привык к русскому размаху. Моё первое впечатление, что здесь всё какое-то огромное. Много волонтёров, всё абсолютно новое. И мне нравится, что объекты находятся недалеко друг от друга. Спортивная арена, Олимпийская деревня и остальная инфраструктура расположены на небольшом удалении. Это удобно. Меню в столовой уже разработано. Гостям будет предоставлена полная информация о блюдах. И, судя по хорошему настроению поваров, сложностей в работе они не ожидают. Разумеется, большое внимание на играх уделяется безопасности. Чтобы никто не запутался в высокотехнологичных методах досмотра, рядом с аппаратами размещены подробные инструкции. Уже после проверки атлеты смогут разместиться в автобусах и отправиться в деревню, которая, по мнению принимающей стороны, является сейчас самым безопасным местом на земле. Глеб Дворецкий. Большой спорт.